всем привет дорогие друзья и гости нашего канала мы сегодня с халилом дома и будем готовить на ужин у нас вот баранина баранину запеченную в духовке с овощами он уже приготовил чеснок будет перец будут помидоры получится очень вкусное блюдо конечно на ночь его желательно не есть оно жирное всем привет и окшанна привет привет я сейчас буду готовить ужин вот так вот и научиться халил русскому языку будем видео снимать и научиться я говорю не надо сильно вот этот вот перец он ужасный просто такой ядреный говорю не ложи много потому что мы все будем кушать мы не можем сладо есть очень перец такой ядреный и вот это кстати зеленый тоже он очень ядреный этот нет этот как болгарский наш халил любит все перчено говорит нет нет он не будет сильно ядреным он не будет будет нормально ну посмотрим так я уже все подготовила перец помидоры такой вот маленький перец он очень острый и чеснок и вот мясо халил поперчил посолил сейчас добавляет оливковое масло и немножко сливочного вот это вот все он размещает поток будет складывать в эту форму вы слышали новости в хургаде в египте женщина пошла купаться в красное море и акула откусила и сначала ногу потом руку вызвали скорую повезли ее в больницу и там она скончалась а потом кстати после этого случая еще один случай был тоже тоже женщине руку откусила акула кошмар постоянно в египте я не первый раз слышу и в прошлом году по моему был такой инцидент и в этом году в общем кошмар а в турции кстати я сегодня читала что в турции черепаха покусала женщину халил говорит сейчас сезон они откладывают яйца черепахи поэтому конечно злятся и и поэтому их лучше не трогать если где-то рядом с вами проплывает и черепаха то это опасно я когда-то плавала в море и рядом со мной много людей я как-то отплыла от людей поворачиваюсь мне показалось что это акула или что-то большое рядом со мной короче я была в таком шоке думаю нет наверно человек поворачиваюсь не могу понять она что на волнах это выныривает то ныряет а потом смотрю елки-палки это огромнейшая черепаха боже я начала кричать бегом плыву к берегу я вообще то ли ну это была черепаха потому что панцирь я хорошо увидела панцирь вообще думала это акула халил говорит что средиземном море как бы в турции не было таких случаев нападение акул ну не знаю я все но думаю что может быть потому что средиземном море тоже же много акул правильно бог его знает все может быть так что нужно конечно контролировать ситуацию и смотреть в оба береженого и бог бережет ужасная ситуация с этими акулами очень жалко женщину будьте аккуратны и осторожны конечно красное море оно прекрасное оно красивое с шикарными рыбками я помню мы были в египте тоже ой как хорошо плавали из пирса ныряли и все и и как-то не задумывались а видите как опасно так что кто ездит и любит египет будьте аккуратны и осторожны это очень очень опасно вот халил уже положил сюда сливочное масло и подсолнечное сейчас все это размешает форму он тоже видите натирает сливочным маслом это хотела с вами поговорить рассказать сегодня сидим дома вечером когда звонит значит у меня есть видео я как-то записывала видео называется но не хотел жениться а родители заставили вот вот это видео я там рассказывала о друге халила он вместе с ним учился в школе одноклассники его они как бы продолжают общаться уже сколько лет и сегодня а я говорила в этом видео что он всю жизнь любил одну девушку но родители не разрешили ему на ней жениться и и он женился на девушке которую выбрали его родители но и в браке он был несчастлив и прожил он с ней много лет и у них уже взрослые двое детей уже и внуки есть и вот он потом нашел эту девушку фейсбуке встретился с ней совсем вот недавно буквально там полгода назад он с ней встретился и они так как-то пообщались и поняли что любовь прошла и они уже совсем другие все по-иному и в общем так они расстались я об этом говорила видео кто не смотрел то можете посмотреть это видео и он вернулся в семью опять все было хорошо не все прекрасно жили жили вот где-то с полгода они жили хорошо все было и тут нам сегодня звонит его жена звонит халил и говорит что значит муж опять ушел значит пошел устроился на работу живет у друга забрал общем собрал вещи и ушел ну мы говорим так а халил говорит а что я могу сделать но ушел ушел он же не ребенок пятилетний она говорит ну что то значит сделай поговори с ним пусть он вернется как это так все-таки взрослые дети внуки что это такое за ребячество могут что я с ним буду говорить если он не хочет но человек взрослый сам решил и сам решает что ему делать правильно как ему лучше тем более они уже официально разведены очень давно и вот это вот он ходит туда-сюда туда-сюда то есть то он уходит то он приходит и она все вот это его принимает вот в общем это эпопея уже длится много лет и опять он ушел но нет любви я говорю халил нет любви ну ну что его заставлять он же не ребенок правильно он ушел ушел собери ему чемоданчик и пусть он идет если он ушел уже один раз он все равно будет бегать туда-сюда он будет искать уже других женщин то у него была та любимая которую он там искал всю жизнь потом нашел и опять у него там что-то с ней не срослось не получилось его не устроило сейчас он видно уже другую как какую-то нашел и жена вот переживает и просто какая-то нервотрепка я не в общем я говорю он набери опять жену его и скажи пусть она успокоится отпустить эту ситуацию переживет один раз один раз пусть она переживет это перестрадает и больше его никогда не принимает потому что смысл какой что это такое что-то за нервотрепка и здесь и себя нервирует и жена и дети страдают в общем сложил уже халил все это форму сейчас порежет чеснок и поставим в духовку минут на 20-30 а потом уже порежем перец помидоры где-то через 30 минут положим перец и помидоры сверху баранина долго будет духовке наверное где-то полтора часа точно поэтому чтобы овощи не подгорели мы их где-то через полчаса будем ложить чтобы они не сгорели тем более в этой форме глиняной мясо очень долго готовится гарнир к этому блюду мы не делаем потому что и так мясо с овощами достаточно вот так что бедная жена и зачем ей это надо и странный человек уже брешил бы раз и навсегда то ли он остается женой то ли он будет вот так вот бегать так ставлю в духовку на полчаса через полчаса будем класть на мясо перец помидоры значит 200 градусов полчаса мы уже подготовили овощи порезали их поперчили посолили через 30 минут будем класть их на мясо нас тоже немножко подрумянивается возвращаемся опять к нашему другу поэтому я я вообще халилу говорю ты наверно позвони все-таки и скажи ему что звонила жена она переживает и пусть он наверно как-то решит уже по-мужски один раз для себя то ли он уходит то ли он остается чтобы он не бегал туда-сюда и не компенсировал мозги ни себе ни жене нужно один раз решить для себя не любишь не хочешь значит не живи зачем издеваться и над собой над женщиной я так считаю так что вот такие вот дела друзья пока наше мясо готовится халил для наших любимых подписчиков споет песню халил также думает об открытии канала так как он любит петь я им говорю открой канал и пой если людям понравится как ты поешь они будут подписываться попробуй мы хотели записывать песню с музыкой с музыкальной аранжировкой но дело в том что youtube блокирует музыку так как здесь авторские права поэтому ему придется петь без музыки очень жаль с музыкой очень красиво получается он красиво поет нужно будет петь без музыки попробуем еще когда он откроет канал мы вам скажем название канала и если вам нравятся турецкие песни вы можете подписаться на его канал поддержать его так что кому нравятся турецкие песни добро пожаловать на канал овощи я уже положила на мясо и время ставим на час где-то через час где открою посмотрю готова уже мясо или не готова а сейчас друзья песня субтитры сделал DimaTorzok ottом видео видео ГУБ ГУБ РАВ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Наше мясо с овощами почти уже готово. Спасибо большое за просмотр этого видео. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до свидания и до следующих видео. Пока-пока. Пока-пока.